Добрый день! Раз в 10 анбокингов я рассказываю про шейп-моды с Кьюба. И по идее сейчас была очередь другой головоломки, более старой. Но компания Lanlan выпустила X-Cube, у которого здесь какой-то есть номер M62, наверное, код товара. Коробочка стандартная. И это оказался с Кьюб. Посмотрим. Разводитель нередко выпускает интересные оригинальные головоломки, но уже второй раз с неоригинальным названием. X-Cube у компании Chia есть вот такой. Дедокуб обычный. Здесь же было бы более уместно X-Cube, но как есть на коробке именно X-Cube. Кто это такой? На вид мы видим здесь иксы по четырем граням. Стандартная ванлановская расцветка. Есть белые, желтые, такие трехполосные стороны. На всех остальных сторонах иксы. Поэтому и X-Cube. Если повращать, то можно понять, что это все-таки с Кьюб. Здесь даже есть некие фиксаторы, которые, наверное, просто так не видно. Но они там есть. При перемешивании головоломка меняет форму. Поначалу показалось мне даже сложноватые. Ну, как всегда, у шипмонов с Кьюб надо разобраться, где углы, а где центры. Обычный классический с Кьюб. У него восемь углов и шесть центров. Значит, здесь нужно найти, кто есть кто. Можно увидеть два одноцветных прямоугольных элемента. Кажется, что это слитный, но нет. Это движется отдельно. Прямоугольник белый. Прямоугольник желтый. Это, как оказалось, центры. Также центрами являются вот такие двухцветные элементы. Зелено-красный, зелено-оранжевый, оранжево-синий и синий-красный. Углы – это все, что осталось. То есть, два центра одноцветных и четыре центра двухцветных. Я это понял не сразу и пытался сначала собирать по-другому, считая, что это угол, а это центр. Но оказалось не так. Вот эти маленькие треугольнички – это углы. Два таких и два таких. Синий, зеленый, оранжевый, красный. И еще углы двухцветные. Такой вот синий-желтый, зелено-желтый и бело-оранжевый, бело-красный. Перемешиваем и попробуем собрать. Поскольку центры здесь двухцветные, в примере 4,6, то возможен этап разворота этих самых центров, который не бывает на классическом скьюбе. Вот так вот перемешивается. Фиксаторы, конечно, есть, но фиксирует посредственно. Хотя вращается вполне комфортно. Вот такой вот чудо скьюб. Я заодно перемешаю обычный скьюб, чтобы этапы сборки можно было прослеживать. Для начала на классическом скьюбе собираем вокруг белого центра 4 уголка. Делаем это нехитрыми движениями. Главное, чтобы цвета совпадали. Собранная белая грань. Здесь тоже можно начать с белого цвета. И к нему неплохо подходят два элемента с белым цветом. Бело-оранжевый и бело-красный углы. Ставим белый-оранжевый. Ну и напротив будет бело-красный чуть позже. После бело-оранжевого, по идее, должен быть бело-синий. Но бело-синего нет, есть просто синий. Посмотрим на расцветку. Тут бело-оранжевый, дальше должен быть бело-синий. Сюда нужен синий уголок. Он оказался с другой стороны. Ну, значит, его переместим. Могло сначала показаться, что уголки симметричные, но нет. Они неравносторонние. То есть важно, какой стороной подвести. Теперь напротив бело-оранжевого будет бело-красный угол. Двухцветный. Развернем его. И сюда зеленый уголок. Если подвести просто так, то получится вот такая картинка. По форме не совпадает. Отводим. Разворачиваем. И устанавливаем. Вот мы собрали вокруг белого центра четыре угла. Два одноцветных, два двухцветных. Я пробовал собирать так, чтобы получилась какая-то другая расцветка, как на 1 на кубе, но не вышло. Собранное состояние здесь единственное. Далее на обычном скьюбе нужно ориентировать углы. И здесь есть две ситуации. Либо такие вот. Глаза-уши. Нам нужно глазами вправо сделать пиф-паф. Либо может быть восьмерочка. Вот такая вот. И здесь нужно расположить справа угол, который нужно повернуть по часовой стрелке. Сделать один пиф-паф. Перехватить. Получаем глаза-уши. И как в предыдущем случае. Но что важно. Если у нас глаза-уши, перед нами должны быть два элемента, которые нужно развернуть против часовой стрелки. Так как на шее подух обычно трудно определить верхний цвет. Посмотрим, что здесь. Вот это желто-синий уголок. Он ориентирован неправильно, так как синий цвет должен быть в одной плоскости. Дальше красный с красным. Плоскость совпадает. Стоит правильно. А зеленый с зеленым не совпадает. И оранжевый стоит хорошо. То есть два угла правильно ориентированы, два нет. У нас восьмерка. Чтобы решить восьмерку, нужно слева поставить правильный уголок, а справа уголок, который нужно развернуть по часовой стрелке. Если мы этот по часовой развернем, то будет, наверное, некрасиво. Перехватим. Теперь вот этот правильный слева, а этот справа. Если его по часовой, то будет, наверное, хорошо. Вот этот центр перед нами. И относительно него делаем мы пиф-паф. Потом перехватываем еще один пиф-паф. Выполняем. Раз. Два. Три. Четыре. Делали пиф-паф. Перехватываем к следующему центру. Делаем еще один. Раз. Два. Три. Четыре. Здесь главное не испугаться и не перепутать плоскость, по которой происходит вращение. Смотрим, что вышло. Синий-синий совпадает, оранжевый тоже, зеленый и красный. То есть мы получили вот такую ситуацию. Уголки правильно ориентированы. Дальше нужно на простом скьюбе желтый центр сюда поставить. Для этого мы располагаем желтый центр сзади, белая сторона снизу. Делаем юперм, то есть пиф-паф. Перехват на 180. Еще один пиф-паф. Центр становится наверх. Здесь ничего не меняется. Желтая грань тоже есть. И желтый центр сюда нужно поставить. Располагаем его сзади. И делаем юперм. Вот у нас вот этот центр. Который напротив желтого. Выполняем один пиф-паф. Делаем перехват на 180 градусов, но здесь ошибиться трудно, потому что перехватываем вот так, пока перед нами желтый не окажется. Вот он желтый. Делаем еще один пиф-паф. Так, вот желтый оказался наверху. Вот такая ситуация. Дальше, если белый, желтый собранный, располагаем их по бокам и делаем юперм. Но снизу располагаем собранный центр. Если он есть, если нет, то придется просто юперм сделать два раза. И сверху должен быть центр, который идет вперед. В классическом скьюбе принято по вот этим цветам определять. Если они противоположные, то отсюда юперм мы делаем. Ну, в шейп-модах удобнее смотреть, чтобы верхний шел сюда. Красный идет сюда, значит делаем юперм. Один пиф-паф. Перехват на 180. И второй пиф-паф. Ну, обычный скьюб соберется. А здесь, может быть, и нет. А смотрим, есть ли какой-то центр на месте. Скорее всего, нет. Да. Значит, белый, желтый по бокам. Делаем юперм из произвольного положения. Возьмем пока зелено-оранжевый, пусть будет снизу. Отсюда начинаем. Раз, два, три, четыре. Сделали один пиф-паф. Теперь нужно перехватить. Здесь можно по-разному ориентироваться. Вот центр перед нами. Можно сделать вот так вот. Раз. И два. Следующий центр. И уже относительно него делать пиф-паф второй. Два. Три. Четыре. Смотрим, что получилось. Вот у нас синий-красный встал на свое место. И нужно сделать второй юперм. Располагаем синий-красный снизу. И смотрим, чтобы верхний центр пошел сюда. Синий-оранжевый сюда, если придет, будет не то. Значит, разворачиваем. Смотрим, здесь синий-оранжевый придет сюда. Будет хорошо. Хорошо. Синий-красный держим снизу. И делаем пиф-паф около вот этого центра. Раз. Выскальзывает. Два. Три. Четыре. Вот около вот этого уголка, этого центра, происходило движение. То есть, можем по диагонали этот центр перехватить. И получается, вокруг вот этого нужно делать второй пиф-паф. Ну, это второй способ. Раз. Два. Три. Четыре. Кто-то предпочитает делать пиф-пафы без перехватов на юперме. Ну, мне так нравится больше. Мне всегда больше нравится понимать, что я делаю, а не просто выполнять алгоритм. В итоге, X-Cube не собрался. Здесь два развернутых центра. Что интересно, белый центр и желтый центр, они симметричные. И их ориентация не важна. Поэтому развернуться могут только двухцветные. Зелено-оранжевый, синий-оранжевый и вот эти два. Синий-красный, зелено-красный. А значит, развернуть максимум потребуется всего четыре центра. Если, конечно, начинать сборку с белого, как я показывал. Если придерживаться тех принципов, которые я рассказываю во всех шейфмондах, то четыре центра это всегда такая ситуация максимальная. Ну, может потребоваться развернуть. Но на других шейфмондах, где нет симметричных центров, могут быть ситуации более разнообразные. Хотя центра все равно четыре. Если центры расположены таким образом, мы можем стандартным способом их развернуть. Для разворота я использую две комбинации. Первое. Если на простом скребе взять, сделать один пиф-паф, получится такая конструкция. Перехват на 180. Делаем второй два пиф-пафа. Тут ничего не меняется, но на деле два противоположных центра развернулись на 180. Либо можно сделать просто шесть пиф-пафов и тогда развернуться два вот этих и два вот этих. Но такая конструкция нам здесь не подходит с того, что есть симметричные центры. А чтобы развернуть два, мы можем сделать стоп-уф вот такой, расположив их напротив. После чего выполнять два пиф-пафа, перехват и еще два пиф-пафа. Тут надо быть аккуратным. Вот они центры напротив. Перевернутые. Делаем два пиф-пафа. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Это первый пиф-паф. Раз, два. И делаем еще два. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну и остается довернуть. И x-cube собран. Вот так все легко и просто. У меня пока получали ситуации только с двумя перевернутыми центрами. Но теоретически может быть и три, и четыре. То есть, ну четыре все двухцветные, три, это если технически развернут какой-нибудь одноцветный, чего мы не увидим. По идее можно ограничиться одной вот этой комбинацией по-всякому делая сетаповы. Либо делать еще шесть пиф-пафов. Такая вот интересная головоломка. Сложностью в ней является то, что вот эти вот центры, они как-то криво расположены. Если посмотрим на классический, то вот центр, 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 центр. Как-то по прямой. Если взять вот этот, то центр вот, потом вот в сторону, потом вот в сторону. Как-то зигзагами идет. Это слегка сбивает. Я несколько раз уже собрал головоломку, поэтому ориентируюсь легче. Но поначалу тут все это гораздо интересней. Рекомендую не особо дорогая вещица. Несложная. Интересно пособирать. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.